Я приветствую вас всех, дорогие братья и сестры. Христос воскрес! Христос! Мир вам! Я думал, как мне обозначить тему моей проповеди. И решил заключить ее название в одно слово – храм. Значение этого слова не нуждается в каком-то особенном разъяснении. Оно также понятно, как, например, слово «театр» или «концертный зал», или «цирк», или «стадион». Когда мы слышим слово «храм», мы понимаем с вами, что речь идет о каком-то культовом сооружении для отправления религиозных обрядов. Я хочу подчеркнуть, что именно религиозных обрядов, потому что религия – это не Бог. Религия – это, прежде всего, совокупность взглядов, если так можно сказать, обусловленных верой в сверхъестественное. На свете очень много направлений различных религий, и в соответствии со своими представлениями люди строят храмы, посвящая их своим божествам. И это направление, религиозное направление, оно не всегда верное. И мы знаем с вами это. И храм, если даже он и храм, чему или кому он посвящен – тоже вопрос. Я когда-то читал стихотворение, давно, там срочки такие есть. «Ты мой свет, но я тебе не верю. В храме нераскаянной души заперты окованные двери, только ангел мечется в тиши». И когда-то я читал рассказ об одном человеке, которого терзал злой дух. И вот однажды он в выступлении бежал по улице и увидел храм. И он забежал в него, закрыл за собой тяжелые эти двери, подбежал к кафедре, где было распятие, обнял, сидел и смотрел со страхом на эти входные двери. И вдруг он увидел, как узкую щель между дверью и полом в помещении этого храма проникает какой-то черно-серый дым. И чем больше его проникало, тем больше он превращался, приобретал какие-то очертания. Этот человек испугался и закричал. На этот шум вышел священник. Увидел все это, воздел руки, стал молиться, этот дым исчез. И потом он спросил этого человека, что случилось. Тот ему все рассказал и говорит, почему я вошел в храм, и это не помогло, это не защитило меня. Священник ему сказал, потому что это всего лишь камни, дерево, стекло и другие стройматериалы, из которых строители создали этот храм. До тех пор, пока ты не впустишь Христа в свое сердце, до тех пор, пока сердце твое не станет храмом для Христа, тебе ничто в жизни не поможет, и ты никогда не найдешь покоя своему сердцу. Прочитаем книгу пророка Езекииля, 44 глава, 5 стих. И сказал мне Господь, сын человеческий, прилагай сердце твое ко всему, и смотри глазами твоими, и слушай ушами твоими все, что я говорю тебе о всех постановлениях дома Господа и всех законах Его. И прилагай сердце твое ко входу в храм и ко всем выходам из святилища Его. Вот исходя из этих слов, которые Господь обращает пророку Езекииля, приковывая все его внимание о всех постановлениях, о всех законах дома Господня, мне хочется вспомнить слова Иисуса Христа, когда Он обращался к священникам и фарисеям, говоря им, горе вам, вожди слепые, которые говорят, если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом, то повинен. Безумные и слепые, что больше, золото или храм, освящающий это золото? И вот когда мы с вами будем дальше рассуждать, мы поймем, что истина есть, и что истина представляет из себя храм, не оккультное, не культовое, вернее, сооружение для отправления религиозных обрядов, а что буквально есть храм, который освящает золото, которое внесено в этот храм. Но прежде чем провести какую-то параллель, я хотел бы вместе с вами совершить такой экскурс, краткий экскурс от наших дней и до древности. Я думаю, что многие из вас, из нас слышали и практически уверены, что уже и забыли, что всего месяц назад, 15 апреля, в Париже практически, Париж практически потерял свое христианское символ, собор Парижской Божьей Матери, и так называемый Нотердам де Пари. Этот символ является не только символом Парижа или Франции, он уже общепризнан символом христианским, символом всей Европы, да, наверное, и всего христианского мира. Случился большой пожар, который нанес колоссальный ущерб. Рухнула крыша, рухнул главный шпиль, старинные часы, был нанесен ущерб внутреннему помещению храма, потому что там вылили тонны и тонны воды, пока все это затушили. Я видел по новостям, как многие очень люди, которые собрались на набережной стены, стояли на коленях с закрытыми глазами, молились, плакали, другие группы пели, «Ави Мария», другие какие-то гимны. Понятно, что эта трагедия, она глубоко коснулась христианским миром. Я сам был несколько раз в этом храме и понимаю, значение поговорки лучше раз увидеть, чем сто раз услышать. Действительно, это грандиозное сооружение, которое начали строить в 1163 году по указу короля Людовика II. Первый камень в основании этого храма заложил римский папа Александр III. Строили его около 200 лет, до 1351 года. И когда я был там, экскурсовод рассказывал, что за эти 200 лет строительства храма погибло около 30 тысяч строителей рабочих. За 200 лет. Это очень много. Учитывая то, что когда начали его строить, население Парижа составляло всего 10 тысяч. И вот за свои тысячи лет понятно, братья и сестры, что этот храм, который видел много революции, много королей, чего там только не было. Понятно, что как именно христианский символ, он заслужил иметь право быть им. Я не скептик, но если взглянуть непредвзято, то, как мне кажется, символом современной Европы является не собор Парижской Богоматери, а горящий собор Парижской Богоматери. Почему я так думаю? Потому что истинная христианство сегодня в Европе практически вымыто. Евангельские заповеди позабыты, а на смену им предложены другие европейские ценности, которые, если при ближайшем рассмотрении, представляют из себя список смертных грехов. И вы понимаете, о чем я говорю, потому что и здесь, где мы с вами живем, положение тоже не лучше. Те же самые ценности, в кавычках. Ну и пока что не хватает только горящего храма. Хотя, почему? Пару месяцев назад в Алабаме, на Юге Америки, сгорела Баптийская церковь, которой тоже больше ста лет. Я смотрел новости, и местный телерепортер, который освещал события, он пришел уже на попелище, на пожарище, там с камерой, с микрофоном он ходил. Вот такие же скамьи тоже, все обугленное, кафедра сгорела, проломы в стене, ну пожарище, одним словом. И он обращает внимание людей, показывает камеры, на одной скамье, которая вся потресканная, обгоревшая, лежит Библия, которую кто-то случайно забыл. И он говорит, все в поражении, все сгорело, а Библия нет, целая. Она чуть-чуть только изогнулась под жаром, но даже вот торцы ее, как были бедлые, они чуть-чуть только пожелтели. Это не символично, братья и сестры. Сгорел рукотворный храм, который сто лет с лишним простоял, но Слово Божие, оно осталось нетронутым, потому что Слово Его есть правда и истина. Исайя, 51 глава, в 6 стихе мы читаем так. В 11, простите. Так и Слово Мое. Да, простите, 51 глава, 6 стих. Поднимите глаза ваши к небесам и посмотрите на землю вниз, ибо небеса исчезнут, как дым, и земля обветшает, как одежда, и жители ее также выберут, а Мое спасение пребудет вечным, и правда Моя не предстанет. Все пройдет на этой земле, все сотворено руками человека, все рано или поздно пройдет, но Господь говорит, что правда Моя не предстанет. Я хочу обратить ваше внимание еще на один храм. 25 декабря 1812 года, когда закончилась Отечественная война, когда из России были выведены войска Наполеона, то император России Александр I подписал высочайший манифест о строительстве в Москве храма имени Иисуса Христа. Храм Христа Спасителя. Вы все это название слышали не меньше, чем, наверное, Нотр-Дам-де-Пари. И вот я процитирую. В этом манифесте были такие слова, в том числе. «Да благословит Всевышний начинание наше, да свершится оно, да простоит сей храм многие веки, и да курится в нем пред святым престолом Божиим, к одилу благодарности позднейших родов вместе с любовью и подражанием к делам их предков». Разве плохие слова? Храм построили в честь победы. Разве израильтяне, которые в свое время строили первый идейский храм, они тоже из-за каких-то побед своих строили это, чтобы прославить Бога? И здесь то же самое мы видим. В этом манифесте слова, не высокопарные, но вполне искренние слова, о том, что храм, который будет построен, посвящается Христу, и в нем заповедание по следующим родам, чтобы поминали наставников, чтобы подражали их вере и их делам. Храм строили 44 года. И 7 июня 1883 года было торжественное освящение храма при громадном скоплении народа. И храм этот, я должен вам сказать, он тоже стал христианским символом славянского народа. А через 44 года, 5 декабря 1931 года, храм Христа Спасителя по решению полибюро ВКПБ был взорван. И как свидетельствуют очевидцы, я тоже это читал, за несколько минут до взрыва, когда все уже было готово, над главным куполом храма, который был обесчещен, поруган, потому что срубили кресты, на куполах храма было потрачено больше 300 килограммов золота для позолоты, не считая того, что было внутри. Стены были украшены драгоценными породами мрамора. Я не видел храм по понятным причинам, но я видел этот мрамор, я трогал его руками. Им обделаны стены, украшены стены московского метрополитена, если я не ошибаюсь, это станция метро Площадь Революции. Вот из этого храма все сняли. И когда уже остался голый камень, за несколько минут до взрыва над куполом появился белый голубь. И люди смотрели и плакали, они не могли понять, откуда он взялся. И когда рвануло, когда поднялись столбы дыма и пыли, этот голубь исчез. Все плакали, тысячи людей собрались и плакали. И вот тогда же появилось стихотворение. Прощай, хранитель русской славы, Великолепный храм Христа, Наш великан золотоглавый, Что над столицею блистал. Нет ничего для нас святого, И разве это не позор, Что шапка золота литого Легла на плаху под топор. У Москвы есть еще другое название, 40 сороков. 40 умножить на 40, 1600. Именно столько в черте Москвы было храмов, соборов, монастырей до революции. В наши дни, не дотягивает даже до сотни, Все было взорвано. Взорвано и уничтожено. Еще я хочу обратить ваше внимание на то, что когда-то был первый иудейский храм, храм, который хотел построить Давид, но облеченный пророком Нафаном, отказался от этой идеи, и весь стройматериал, который он заготовил, проекты, чертежи, которые тогда были сделаны, все передал своему сыну Соломону. И этот храм так и называется, храм Соломонов, который построил его сын. Но со временем, опять человечество наступает на одни и те же грабли, опять чужеземные жены, в связи с этим различные астарты, идолы, боги языческие, которые были внесены в этот храм, они развратили народ еврейский. Как в свое время, помните, сыновья Ильи, Офни и Финиес, написано, что они развращали народ, поступая зло перед очами Бога, вот с жертвой, развращали, за что и поплатились. То же самое и в этом случае, еще со времен пророка Михея. Пророки не уставали предупреждать Израиля о том, что за их отступление, за их религиозные и моральные грехи Израиля храм будет разрушен. И вот мы читаем книги пророка Михея. Это 2 глава, 8-й, 10-й стих. 3-й стих. «Посему так говорит Господь, вот я помышляю навести на этот род вот такое бедствие, которого вы не свергнете с шеи вашей и не будете ходить выпрямившись, ибо это время злое. Народ же, который был прежде моим, восстал как враг, и вы отнимаете как верхнюю, так и нижнюю одежду проходящих мирно, отвращающихся войны. Жен народа моего вы изгоняете из приятных домовых, у детей их вы навсегда отнимаете украшение мое. Встаньте и уходите, ибо страна сия не есть, место покоя. За нечистоту она будет разорена и при том жестоким разорением. И так и случилось. В 586 году царь Навуходоносор захватил Юрусалим, стер его с лица земли и разрушил храм. Перебил почти все население, тех, которые остались живы, и угнал в плен. Почти 50 лет прошло. Плен что-то дает, рабство что-то дает, какое-то понимание, что-то включается в голове у людей. И вот во время царя Адария, когда Израилю было разрешено вернуться домой, первым их желанием было построить храм, потому что старцы, которые ушли туда детьми еще, они помнили тот первый храм, его великолепие, они хотели быстро построить. И вот в это время, во время правления царя Адария, было разрешено построить второй храм. Этот простоял храм больше, чем первый. Он простоял 585 лет. Первый простоял 364 года. Но вот этот второй храм, это был тот самый храм, в котором в свое время правил царь Ирод, который не был иудеем, который принял иудейство, но который потворствовал римской власти, и в который тоже были внесены различные идолы. Достаточно сказать, что при входе в храм висел барельеф над входом в храм. Барельеф Кесаря Августа, правитель Рима, который не имел никакого отношения ни к иудеи, ни к иудейской религии, ни к чему. Это было вот такое вот почитание того, что неприемлемо было. Это был тот храм, о котором Иван Ильис Матфея пишет. «И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы именно в щекол исками продающих голубей, и говорил им, написано, «Дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». И именно об этом храме, когда ученики обратили Иисуса Христа в его последние дни, именно об этом храме Христос сказал, когда они сказали, «Смотри, великолепный храм». Он говорит, «Камня на камне о нем не останется». Это было пророчество. И в 70-м году, когда началась Иудейская война, римская армия вспахала Иерусалим. Было тогда такое выражение военное, «вспахать» – это означало сравнять с землей. Вспахали Иерусалим и разрушили храм. И историк Флавий, он свидетельствует о том, что в храме было столько много золота, что при сильном пожаре, когда горели вот эти твердые, драгоценные породы дерева, например, кедр ливанский, его можно сейчас увидеть только на купюрах ливанских динаров, его нет в натурале, его уже все уничтожили полностью. Но это было ценнейшее дерево. Когда все это горело, золото плавилось и протекало в щели между камнями, и римские войны ломали это все, чтобы достать оттуда это расплавленное золото. Поэтому храм разрушен до основания, осталась только западная стена. Говорят о третьем храме, особенно как-то нет смысла, потому что его еще нет. Но зато есть то, о чем мы все знаем. О нем говорят так, что это будет храм апокалипсиса, что в храме в этом восядет антихрист. И это все знают. То есть храма еще нет, но судьба его уже предрешена. И вот как мы видим с вами, чтобы подрежтожить все это, я мог бы много говорить. Я видел в своей жизни море храмов. Я останавливался и заходил в различные монастыри и храмы по всей огромной России. Заходил, видел, как под куполом бьются голуби, как в эти витражи выбитые гуляет ветер, как все поругано, обесчещено, превращено вот это вот надписи, все это ужас. Это места, где когда-то прославлялось имя Божие. И причиной всему этому, всех бед человека, является отступление человека от Бога, от его заповедей и всякого рода зла. Да, братья и сестры, взрывают храмы и тогда, когда в них проводят служение. Ну вот, например, на Пасху на Филиппинах взорвали храм, сотни людей погибли, которые пришли порадоваться воскресенью Христа. Тысячи были ранены. Причем это сухая статистика, там тысячи с лишних человек ранен. А что значит ранены? Оторвали ноги, выбило глаза. Это что, просто ранение? Это увечено всю жизнь, это уже не жизнь, это практически человек выбит из строя. И вот, взорвали храм, когда были в нем люди. Но это другая история, хочу сказать, потому что это взрывали не храм, это убивали христиан. Это уже разные вещи. Если бы хотели просто взорвать храм, то сделали бы это ночью, когда никого в храме нет. И вот, остановившись на этой вот трагедии, на всем на этом, на всем этом историческом экскурсе, я хочу прочитать два места из Священного Писания. Одно из Ветхого Завета, другое из Нового. Ветхий Завет, это пророк Исаия, 55-я голова, 11-й стих. «Так и Слово Мое, которое исходит из уст Моих, оно не возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и совершает то, для чего Я послал Его». И другое место, которое я хочу прочитать, это апостол Павел пишет послание к евреям, это 4-я голова, 1-й, 2-й стих. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой Его, не оказался кто из нас опоздавшим, из вас опоздавшим, ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы, слово слышанное, не растворенное, верою слышавших». Возникает чувство противоречия. В первом случае Господь говорит, что «Слово Мое не возвращается ко Мне тщетным». А тут апостол Павел говорит, что не принесло пользы. Как это понять? А вот давайте рассмотрим. В первом случае Пророк, Господь, обращаясь через Пророка к народу Израилю, к чему призывает? Мы уже сегодня слышали это слово. Он призывает «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. Мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути, мои пути. Так, говорит Господь, сохраняйте суд, делайте правду, ибо близко спасение Мое откровение, правда Моя. Блажен Муж, который делает это, и Сын Человеческий. Я приведу на Святую Гору мою, обрадую их в Моем доме молитвы». Вот, что надо делать, оказывается, чтобы слово, которое Господь обращает к людям, чтобы оно возымело действие. Только в этом случае, когда исполняет человек заповедь, тогда слово его, оно возымеет действие и подвигает человека на духовные жертвы. Апостол поэтому и пишет, «Посему будем опасаться, чтобы когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавший». Он как бы призывает, послушайте, еще есть время, еще есть время войти в покой его, но можно опоздать. И отправляет их туда, на 700 лет назад он говорит, «Ибо и нам оно возвещено, как и тем, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенную верою слушающих, слышавших». То есть, те приняли слово, приняли, вернее, услышали, но веры не было, не поверили, отвергли. И вот как раз в то время и началось строительство первого, второго храма и дальше, и дальше отступление, разрушение, плен, опять возвращение, строение, потому что приходили на каких-то чувствах, начинали якобы нести служение Богу, потом отвращались, наступало опять разрушение, и вот так и продолжается до сих пор, заканчивая вот этим последним событием Парижа, о котором я уже говорил. Поэтому причина горящих всех этих храмов, она не в храмах, она в отступлении, как я уже говорил, и все, что происходит вне человека и внутри человека, это уже следствие. Христос, обращаясь к священникам и фарисеям, Евангелие от Матфея, 21 глава, 42 стих, так говорит, неужели вы никогда не читали в Писании, вот это причина, на которую указывает Христос, неужели вы никогда не читали в Писании камень, который отвергли строители, тот самый сделался головой угла, это от Господа, и есть дивно в очах наших, братья и сестры, слово звучит в отзывчивой среде. То есть, грубо выражаясь, что народ, слушающий слово, это та самая среда, если слово принимается, если оно растворяется верою, как говорит апостол Павел, то тогда слово это возымеет действие. Если среда не отзывчивая, то это глаз вопиющего в пустыне. Это было проверено уже. Это я сам своими глазами видел, как один проповедник стоял на шумном перекрестке. Это был очень шумный перекресток. Шли толпы людей, они соблюдали правила зеленый и красный свет, потому что машины тоже строго соблюдали. Если идти на красный, задавят. И вот огромная толпа людей встала, и этот человек на жаре стоит с Библией, в пиджаке, в костюме, и он читает, говорит людям о покаянии, о последнем времени, о грехе. А я встал в стороне чуть-чуть, смотрю, ноль, ни один человек не обращает внимания, как будто не слышит, хотя голос его звучал вполне себе, перекрывая шум этих автомобилей и толпы. Вот это называется глаз вопиющего в пустыне. Поэтому, если среда не отзывчивая, то результата не будет никакого. Сегодня Слово Господне обращается к нам. Каковы мы? Насколько мы отзываемся? Насколько мы растворяем верой то Слово, которое мы сегодня слышим? История взаимоотношений человека с Богом конечно имеет длинный очень путь. И хотя он и трагичный по содержанию, но он прекрасен по сути. В чем суть? Апостол Павел в первом послании Коринфянам 3,16 говорит так. Разве не знаете, что вы храм Божий и Дух Божий живет в вас? Вот. Вот суть. Ни стены, ни камни, которые имеют способность гореть, быть разрушенными, взорванными. Нет, но мы представляем из себя, мы являемся храмом Божьим, и Дух Божий живет в нас. А Христос, апостол евреям говорит, а Христос как Сын в доме Его, дом же Его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Первое Петра. Заключение не буду читать. Ибо вы вкусили, Петр пишет, 2 глава, 3 стиха, ибо вы вкусили, что благ Господь, приступая к Нему, камню живому, человеку неотверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу, Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании, вот, я полагаю, сегодня камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Вот, я создам церковь мою, и врата ада не одолеет ее. Церковь, это не Нотр-Дам-де-Пари, который горел. Церковь, это не храм Спасителя, который взорвали. Это и не Грейс, Чорч, и не другие культовые сооружения, где проводятся религиозные обряды. Церковь, Господь говорит, это вот вы. Вы храм Бога Живого, и Дух Божий обитает в вас. Церковь, это люди, которые слышат Слово Божие, растворяют его в сердце своем верою. И тогда вера эта не смотрит на то, повернулась ли земля вспять, проглотила ли кит Иону, или еще какие-то события. Не смотрит на это. Я просто верю тому, что написано. Может быть, это трудно, может быть, можно меня посчитать человеком ненормальным. Меня это не интересует. Я верю тому, что написано. Потому что, если я буду не верить, значит, вера моя тщетна, и дела мои тщетны. И к этому призывает на заспоте. Апостол Павел говорит, еще раз повторяю, пока еще есть время войти в покой его, его опасаться нужно, чтобы кто не оказался опоздавшим. слава нашему Господу за сегодняшний день, за то, что мы имели эту возможность еще раз пообщаться в это последнее время, взглянуть на историю, которая была до нас, сделать какие-то выводы из этого и стремиться к тому, чтобы слово его, оно, проникая в наши сердца, растворяясь нашей верой, действовало в нашей жизни, ведя нас к вечной обители. Нам есть за что благодарить нашего Господа. Аминь. Будем молиться.